В студии Татьяна Голубева. Я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях дня. Смотрите в этом эфире. Частный инвестор на городских сетях. Остановила скважина все, значок стоп. А воды не хватает. Я что делаю? Как в Новоалтайске изменилась коммунальная сфера после появления частного инвестора. Сегодня международный день отказника от военной службы по убеждениям совести. Вот я не пойму девочек сейчас, которые за богатеньких, хиленьких, папиных, маминкиных сынков выходят замуж. Что думают об этом празднике горожане? 30 тысяч волонтеров будут помогать в организации Дня Победы. Это Георгиевская лента, свеча памяти. Это помощь в сопровождении парадов Победы. В Барнауле уже начали подготовку к 75-й годовщине. До 15 лет лишения свободы. Депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрели вопрос об ужесточении наказания за пьяные аварии с погибшими. На сегодняшний день, по информации председателя Госдумы Вячеслава Володина, на российских дорогах по вине нетрезвых водителей гибнет более 4 тысяч человек в год. В связи с неутешительной статистикой парламентарии решили увеличить срок лишения свободы за нетрезвую езду с пострадавшими или погибшими. Если закон в итоге заработает, то за причинение тяжкого вреда здоровья виновнику будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы. Сейчас до 4 лет. В случае гибели человека от 5 до 12 лет. Сейчас от 2 до 7. Если в ДТП несколько погибших, виновного отправят в тюрьму на срок от 8 до 15 лет по действующему закону от 4 до 9. Поправки в Уголовный кодекс планируется окончательно утвердить в мае. А вот уроженку Барнаула Марию Бутину переведут в федеральную тюрьму. Сейчас девушка находится в заключении в распределительном центре штата Оклахома. Куда именно отправят Бутину, пока неизвестно. Защита Марии старается добиться перевода в тюрьму с более демократичным содержанием заключенных ближе к Вашингтону, где находится ее адвокатская контора. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутина и 5 ноября. Напомним, Мария Бутина была задержана в июле 2018 года. Девушка признала себя виновной в конспиративной деятельности в пользу России. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. 9 из них она уже провела за решеткой в ожидании суда. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Мы продолжаем выпуск. Одни уверены, что Родине это не нужно, другим просто лень. Сегодня по всему миру отмечают необычный праздник – День отказника от военной службы по убеждениям совести. Наши корреспонденты вышли на улицы Барнаула, чтобы узнать у прохожих, как они относятся к тем, кто не служил в армии и не планирует этого делать. Сегодня празднует Международный день отказа от военной службы по соображениям совести. Как Вы относитесь к такому факту, к отказу от военной службы? Это свободное мнение каждого человека. Поэтому, наверное, какие-то есть обстоятельства, которые человеку... Если, конечно, это не симуляция. Против симуляции, конечно. Но если это действительно осознанное какое-то решение, почему бы и нет? Если вера не позволяет ему, есть вполне замена этому, трудовая повинность, поэтому это нормально. У нас пока служба обязательная, да? И как бы совесть, не совесть, человек обязан служить по закону. Вот я не пойму девочек сейчас, которые за богатеньких, хиленьких, папиных, маминкиных сынков выходят замуж, а не за тех ребят, которые прошли армию, которые отслужили и которые, как говорится, познали, что такое жизнь. Скажите, вот если бы Вы были мужчиной, Вы бы отказались служить? Либо пошли бы наоборот? Нет, пошла бы. Почему? Долг перед Родиной, да и самой доказать, на что способна. А вот новоалтайскому инвестору еще предстоит доказать, на что способен, но заметные изменения в коммунальной сфере там уже произошли. Ровно год новоалтайская система водоснабжения и водоотведения в частных руках компания «Новоалтайскводоканал» работает по концессионному соглашению. Это значит, за свой счет содержит коммунальное хозяйство, а взамен получает прибыль. Инвестор уже вложил в водоснабжение города 3 миллиона рублей. Анастасия Драган продолжит. Остановила скважина, все, значок стоп, а воды не хватает. Я что делаю, нажимаю на кнопку пуск, она запустилась. Легким движением руки диспетчер управляет скважиной и ни одной. Почти все башни Новоалтайска под цифровым наблюдением, круглосуточно. В новый век водоснабжение города перенес инвестор. За первый год работы в систему вложили 3 миллиона рублей. «Вообще, концессионное соглашение изначально заключено на 8 миллионов, но в дальнейшем планируется его увеличить. На сколько не вложить? Порядка 50 миллионов. Деньги берем в тарифе, в основном тариф платят жители». Для потребителя тариф вырос. Вода на 2 рубля, сток на 5. По мнению директора, это необходимость, ведь сети ветхие. 120 метров таких труб уже заменили. Самое крупное вложение пока – насос. Больше производительности, чем соседний. И впервые за 40 лет обновляет очистные сооружения. На том отстойнике уже заменили подвесную систему. Это тот самый механизм, который крутится, стягивает весел к центру, чтобы затем его вывести. Здесь его тоже заменят. И если на первичном отстойнике главная задача была убрать из воды ил, то здесь, на вторичном, воду в буквальном смысле очищают специальные бактерии. Всю поступающую органику со стоками они уничтожают, съедают, грубо говоря. И если здесь система отлажена годами, то в масштабах города перед инвестором огромные и дорогие задачи. Для их решения компания будет стараться привлечь сторонние средства, например, по федеральным программам, ведь краевой поддержки нет. Несмотря на это, в регионе по этому направлению работает 19 инвесторов. В Алтайском крае 19 консессионных соглашений заключено, в том числе Большая энергетика, СГК, город Барнаулы, город Рубцовск. Сумма инвестиций по всем консессионным соглашениям составляет около 3,5 миллиардов рублей. Кстати, пока оценивать работу инвесторов в Минстрой не спешат. Один год вне десять. А именно столько по соглашению должна отработать новоалтайская компания. А эти люди за свою работу не требуют денег и сами их не вкладывают. Их вклад в другом. 1397. Столько в Алтайском крае добровольных пожарных подразделений. Это больше 17 тысяч человек. Они помогают профессиональным пожарным бригадам бороться с огнем в полях и в лесах. На днях они провели одну из спасательных операций вместе с сотрудниками МЧС, рассказывает Андрей Дреер. Владимир Пальчиков готовит свою машину к выезду. Он состоит в добровольном подразделении Черемновского сахарного завода. Сегодня у Владимира есть помощник, но иногда приходится выезжать на пожары в одиночку. Да и в чем сложность? Одному только что как. Неудобно. А так сложности нет. Мы каждое утро отзваниваемся в МЧС, Палск. То есть представляемся, так вот, так вот заступил. И все, в случае чего они нам отзванутся и мы поехали помогать. Им отзвонились. Значит, отряд экстренно выезжает на тушение и сразу вызывает профессиональную бригаду. А пока те не приедут на место, Владимир, как тут говорят, держит огонь. Также добровольцы действовали и на прошедших выходных. Майские праздники традиционно открывают сезон природных пожаров. Первое настоящее тепло, сухая погода, поездки на дачи и на природу. В таких условиях добровольные подразделения незаменимы. Помощь добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин, а общим словом добровольной пожарной охраны, просто неоценимая. Значит, ребята знают район выезда. Ребята грамотные выезжают и иной раз бывают первыми. С 1 по 12 мая подразделения именно добровольной пожарной охраны самостоятельно потушили 26 пожаров и приняли участие в ликвидировании еще 118. Кроме того, они наравне с профессионалами проводят рейды по жилому сектору и патрулируют территорию. В крае, где пожары выжигают целые деревни, как, например, в 2010-м, МЧС активно поддерживает развитие добровольного пожарного движения. Сегодня это уже 17 тысяч человек и 358 единиц техники. Андрей Дреер, День с толком. Между тем, в Барнауле уже начали подготовку к очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне. Сегодня в столице края открылся первый в России координационный центр, в котором добровольцы будут изучать историю войны, работать с архивами, восстанавливать памятники. Подробнее в сюжете Ирина Корчегиной. Едва отгремел праздничный салют, как страна начала готовиться к 75-летию Великой Победы. Сегодня в Барнауле открыли первый в России центр, в котором будут обучать волонтеров специально к знаменательной дате. Стать добровольцем может любой от 18 лет. За год здесь планируют подготовить как минимум 30 тысяч человек со всей Сибири. Это помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Это запись их воспоминаний из первых уст. В настоящий момент в нашем движении уже собрано более 10 тысяч видеоархивов. Мы надеемся, что этот архив пополнится в 2020 году. Во-вторых, это благоустройство памятных мест. Это проведение различных просветительских акций. Георгиевская лента, свеча памяти. Это помощь в сопровождении парадов Победы и Бессмертного полка. В Алтайский край много краевых, окружных, всероссийских и даже международных мероприятий, связанных с движением добровольчества, с волонтерством. За последние годы организовывал и проводил. Я думаю, что и на этом этапе мы с честью выполним возложенные на нас задачи. На открытии центра волонтеров приехала даже дочь Алексея Скурлатова, того самого легендарного разведчика, который стал прообразом знаменитого Алеши. Памятника в Болгарии. Она и другие почетные гости, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, герои России, пожелали волонтерам удачи. Бессмертный полк, парад Победы, свеча памяти. За организацией этих и других мероприятий стоят тысячи волонтеров, работа которых порой незаметна, но очень важна. Целый год они будут изучать историю, восстанавливать памятники, искать информацию о погибших бойцах, помогать самим ветеранам. Ирина Корчегина, Алексей Фрисин. День с толком. Продолжаем выпуск. Барнаульские спортсмены не могут получить заслуженные разрязды. Так считают местные представители рыболовного спорта. Они выиграли соревнования в Кемеровской области, но остались без должных наград. Дело в том, что в связи с недавними изменениями в законодательстве спортсмены одного региона не могут участвовать и бороться за победу в турнирах другой области. В проблеме пыталась разобраться. Валентина Аскерова. У вас одна удочка, я смотрю, это счастливая какая-то? Ну, как бы да. Уже не одни соревнования приносила мне победу. Очень-очень понравилась эта удочка. Как бы ей ловлю любимая. Не подвела любимая удочка рыбака с 30-летним стажем Илью Степанова и на соревнованиях по рыбной ловле в Кемеровской области. Он стал лидером турнира и по закону жанра должен был получить первый разряд. Но Краевой Минспорт отказал. Дело в том, что с прошлого года, согласно новому положению единой всероссийской спортивной классификации, спортсмены из одного региона могут участвовать в соревнованиях других регионов, не претендуя ни на какие регалии и звания. Людям неприятно, они не понимают, почему это происходит, из-за какой причины. Почему мы не можем приехать в другой регион и участвовать точно так же на равных с ними, делиться опытом своим, они чтобы делились с нами опытом. Мы же спортсмены, мы должны стремиться к чему-то. А для нас это кубки медалей и удовольствие от спорта. А сейчас это отнимают? Это сейчас, да, отнимают. Илья рассчитывал на разряд. Для него это шанс попасть на всероссийские соревнования. Конечно, он может пойти на краевой чемпионат и победить там. Но, по словам молодого человека, это сложно, конкуренция слишком высокая. Да и проводятся чемпионаты края всего лишь раз в год. При таком раскладе, рассказывает представитель Федерации рыболовного спорта, подтвердить свои разряды могут далеко не все. И я уже даже, ну, прикидывал, что спортсмены, ну, какие-то уже, которых подходит срок, они в последующем году потеряют свой разряд. То есть, ну, да, количество сократится, кто будет иметь разряд. Даже за прошлый год 19 спортсменов потеряли свои разряды. И это лишь то, что касается рыбалки. Проблема глубже, аналогичная картина и в других видах спорта. Кикбоксинги, фигурном катании и плавании. Причем ситуация дошла до того, что спортсмены не просто не могут выступать в других регионах. Они даже не могут, будучи, к примеру, жителями Славгорода, участвовать в чемпионате Барнаула. Абсурдно бороться за места на пьедестале жители Славгорода отныне должны только в Славгороде. В Краевом Минспорте нам пояснили, что такова федеральная инициатива, которая призвана навести порядок в спорте. Условия выполнения званий и разрядов ужесточились. То есть нам нужна, скажем так, здоровая нация и нам нужны конкурентоспособные спортсмены. Соответственно, раньше, если можно было, там какие-то поблажки были, какие-то, скажем так, правила размытые были участия в соревнованиях, то сейчас более четко ставится задача. Чиновники говорят, если бы соревнования по рыбалке в Кемеровской области не носили статус региональных, а имели официальный межрегиональный статус и были включены в единый календарный план Минспорта России, то тогда Илья Степанов и многие другие спортсмены из других регионов получили бы свой заветный разряд. Если в куриционных требованиях будет такой вид соревнований, официальные соревнования межрегионального характера, то это уже позволит нам в дальнейшем внести изменения в законодательство по формированию ГИКП. Но пока чиновники рассуждают, как решить проблему, статистика показывает, что с каждым годом все больше спортсменов лишаются разрядов, а многие земляки остаются без возможности ворваться в большой мир спорта. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд и погоди. Спонсор прогнозы Банка Восточная. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok